Во всем должна быть виновата Россия. В частности, в Польше блестящую формулировку выпустили. Есть у них там такой замглавы польского МИДа Аркадиуш Мулярчик. Он обвинил Россию в миграционном кризисе на итальянском острове Лампедуза. Цитировать это можно, наверное, с большим удовольствием бесконечно. Кто-то помогает этим людям пройти сотни, если не тысячи километров из Нигерии, стран Центральной Африки, Средиземное море. Кто-то помогает им транспортироваться, кто-то заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Россия, заявил польский дипломат. Но вроде бы как образованный человек должен быть. Ну, конечно, в нашем российском МИДе тоже тут немножко комментарии на эту тему сделали. Перефразировали эти совершенно дикие высказывания Мулярчика, который решил, что Россия виновата в том, что Лампедузи сейчас перенаселение нелегалами. В российском МИДе сказали следующее. Кто-то помогает людям пройти сотни, если не тысячи километров с территории Украины в Средиземное море. Кто-то помогает им транспортироваться. Кто-то, кто заинтересован в этом. Интерес в этом, несомненно, имеет Польша, которая неоднократно участвовала в смене режимов на Украине. Это Мария Захарова в своем телеграм-канале написала. На самом деле, Мулярчик не сам это все придумал. Да, Кать, можешь продолжить. Да, и усмотреть какой-то интерес России в подрыве, разве что экономики, наверное, можно. Потому что, кстати, Лампедуза — это остров, на котором живет около 6 тысяч человек. И, на самом деле, это популярный европейский курорт. Видимо, это тоже вменяют России, что решили прекратить. Испортили, да, испортили отдых. Испортили отдых. На самом деле, Мулярчик, можно предположить, что не сам он это выдумал. Наверное, он читает свежую европейскую прессу. Потому что вот этот вброс, возможно, методичку разослали, конечно, что часто тоже бывает. Соответствующее, что надо во всем винить Россию. Французская Фигаро тоже про это писала. Правда, немножко так, ну, напрямую не обвиняла, но как бы косвенно задавались они вопросом. А почему, например, Тунисская береговая охрана не остановила мигрантов в свое время от выезда в направление Европы? Несмотря на то, что там было подписано какое-то соглашение с Тунисом и Евросоюзом. И такой вопрос аккуратный. Может ли Россия, которая сейчас способна контролировать африканские миграционные коридоры и вызывать волны миграции в Средиземном море, прямо или косвенно участвовать в этом новом кризисе? То есть они сразу заряжают это утверждение, что Россия способна контролировать африканские коридоры миграционные и вызывать волны миграции в Средиземном море. Хотя, конечно, вопрос возникает немножко в другом. А кто, в принципе, пришел в свое время в Северную Африку со своими военными операциями, с разрушениями? Кто уничтожил Каддафи? Кто вообще уничтожил государственность в Ливии? Разделил ее на какие-то там княжества совершенно непонятные? Кто разрушал другие государства, устраивая гигантские потоки, способствуя появлению гигантских потоков беженцев? Ведь именно история с разрушением Ливии, наверное, впервые привлекла внимание вот к этому островку Лампедуза, куда действительно бросилось огромное количество мигрантов. Хотя это была лишь одна из точек, куда они направлялись. Там направления маршрута у них были совершенно разные. Кто принес в Африку войны? Россия принесла эти войны. И из-за России этот огромный поток беженцев хлынул. Из Африки, не говоря уже о другом совершенно таком серьезном моменте, который, опять же, выдвигают в вину России. А кто, в конце концов, оставил Африку без продовольствия, без гуманитарных программ? Ну и без зерна, например. Ведь они же даже сами это признают. Есть такая представительница Всемирной продовольственной программы ООН. Это исполнительный директор этой программы Синди Маккейн. Человек не случайный. Она на минуточку вдова Джона Маккейна, небезызвестного человека. Вот она тут дала интервью ABC News. Она, наверное, опять же неудобные слова сказала в адрес киевского режима. Ну и, наверное, конечно, на ген-ассамблее про это предпочтут не говорить, ну или как-то заметут под лавку некоторые моменты. Но, в принципе, прямо заявила, что, извините, Украина, если так перефразировать проще, сожрала практически все, чем мы могли кому-либо помочь. Чем могли накормить весь мир. Чем могли накормить, в том числе и бедствующие страны, чтобы этого потока беженцев не было. Давайте послушаем фрагмент ее интервью. Это ужасно, ужасная ситуация. Разные факторы влияют. Это и ковид, и изменение климата, куда же без него. Это конфликт, имея в виду ситуацию на Украине. Стоимость ведения бизнеса. И говорит, что, конечно, это самокупность факторов, все вместе взятое. И мир отчасти устал от всего этого. И прямо сейчас есть очень сильное беспокойство по поводу той иностранной помощи и пожертвований, которые они могут предоставить. А дальше она вообще сказала совершенно жуткие вещи. Потому что, если переводить дословно, Украина, хорошо это или плохо, сказала она, высосала весь кислород из этой комнаты. Ну, как бы там образное такое выражение. Высосала весь кислород. И мы понимаем, конечно, безусловность, необходимость поддержки Украины. Сказала эта самая Синди Маккейн. Но в мире, простите, есть и другие горячие точки, которые находятся в таком же глубоком отчаянии, как и Украина. Сказала Синди Маккейн. Она приводит вполне конкретные примеры. Она говорит, что у продовольственной программы, например, в Афганистане не хватит денег, чтобы даже октябрь пережить. Да, там многие страны она называет. Я, кстати, ради интереса посмотрел. Ну, все знают эти цифры по Украине, какую помощь ей оказывали. Из уже оказанной со стороны только Америки 43 миллиарда. Это плюс к этому еще можно прибавить разного рода миллиарды. Из других стран, конечно, там победнее. Германия и прочее. Британия. Всего-то сумма там более 100 миллиардов. Зафиксировано. Ну, так вот, если посмотреть про упомянутый ей Афганистан, то в 21-м году Организация Объединенных Наций так беспокоилась за судьбу Афганистана, что выделила этой стране в качестве гуманитарной помощи аж целых 16 миллионов долларов. Ну, понятно, что после того, как американцы оттуда удрали с большими потерями, с этим страшным терактом, который произошел, ситуация, с их точки зрения, там, конечно же, ухудшилась. И они даже сделали вид, что решили еще больше помочь Афганистану. Еще раз просто сравните цифры. Украине 43 миллиарда уже дали в разной форме. А ООН только запросила в марте этого года для Афганистана 4,62 миллиарда долларов для гуманитарной помощи Афганистану. Правда, это только запрос, потому что не факт, что его дадут. Это было официальное сообщение на сайте ООН с, кстати, отсылкой к довольно важным моментам, что в 2022 году просили для Афганистана 623 миллиона долларов. Еще раз сравните. Тут сотни миллионов на страну, которая действительно в тяжелом положении, а там миллиарды на страну, которую фактически сейчас этими же деньгами и уничтожают. Но из тех 623 миллионов долларов, которые хотели собрать для Афганистана, дали всего лишь 321. То есть, в принципе, там чуть более 50% было выплачено. И вот сейчас они задают вопрос, Андрюшенька, а где же 25 рублей? Это как в известном, замечательном старом советском фильме. Потому что Афганистан, Бангладеш, Конго, Гаити, Ордания, Палестина, Южный Судан, Сомали и даже Сирия везде урезают гуманитарные программы. Про Африку, что уж там говорить, урезали в том числе в странах, которые вдруг показали свое нежелание, ну такие как Нигер, нежелание оставаться под французским колпаком. Урезают, отказываются помогать. Ни зерна, ни денег, ни продовольствия. Потому что, вот как Синди Маккейн теперь призналась, все, что было, мы передали в помощь нацистскому откровенно режиму. Ну, пока они еще не называют его нацистским. Ну, хотя многие уже озвучивают этот термин. Ну, и Синди Маккейн обращает внимание на то, что необходимо поддерживать именно группы риска, потому что впоследствии, если этого не сделать, да, они начинают сами воровать буквально эти ресурсы. И дальше приходится уже бороться с террористическими группами. Не так давно, кстати, Пентагон выслал в Киев, в посольство «Не будут жить» специальная группа ревизоров, которая якобы будет следить за тем, как эти миллиарды расходуются. Но, что еще интересно, Синди Маккейн в этом интервью упоминала своего покойного мужа, говорит, что Джон Маккейн был бы в ярости от нынешнего положения дела. Времени у нас остается не так много, надо еще успеть. Напоследок, знаете, есть чат-рулетка такая, да, вот к вопросу показательной, спасибо там соцсетям безымянным, не знаю, кто это опубликовал, разница между российскими солдатами и украинскими. На самом деле, жутко это слушать, но она действительно есть, эта разница очень показательная. В этой чат-рулетке там какой-то представитель Украины, который, на мой взгляд, говорит, ну, вроде как он пытается нейтральность некую соблюдать, пообщался и с нашими, и вот с этими самыми. Посмотрите, послушайте. Добрый вечер, попцы. Привет, ребята. Что, как дела? Не погано. Вы откуда, ребята? ДНР, Россия. А давно вы там? Короче, мы с Сибири летим. Сибири летим до 2-го гора, мы тут. Вопрос. Как относитесь к украинцам? Хорошо, нормально. Вы военные? Ну, и что, что мы военные? У них просто мозги кем-то промытые. А люди-то нормальные. А сейчас с Украины. Что добрый вообще? Я вижу, у вас прапоры на висять на стене. Про что спілкуетесь тут? Люблю унижать россиян. А как вы это работаете? Я просто говорю, что они мрази, ничтожество. Это не люди. Не люди. Это серая масса. Это ничтожество. А дети, они тоже не люди в России? Вот сейчас, в этот момент, в России родился ребенок, да? Он даже не знает, что есть война. Я не могу его обсуждать. Он даже не знает, что он за Россия. А если дитина знает, что идея война? Смерть ему и ей в своем помощи. Вот такие персонажи служат. Это же дитина, она ничего не может сделать. У нас заканчивается, просто чтобы мы понимали, с кем мы имеем дело сейчас. На этом все. Всего вам хорошего. Прощаемся до завтра. Здравствуйте. С вами Николай Гринько. Исследователи из японских университетов Тахоку, Ямагата и Кейо разработали метод использования живых мокриц и морских моллюсков в качестве захватных механизмов для роботов. В демонстрационных видеороликах показано, как эти животные, закрепленные на концах пластиковых манипуляторов, хватают и удерживают различные предметы. Мокрица манипулируют кусочком ваты, а моллюск, погруженный в воду, удерживает пластиковый цилиндр. Ученые отмечают, что для будущих экспериментов будет, цитата, «крайне важно обеспечить соблюдение правил биоэтики». В какой-то степени это просто одомашнивание еще не одомашненных видов. Исследователи полагают, что живые захваты могут оказаться полезными в экстремальных условиях. Например, ими могут пользоваться подводные аппараты, среда вокруг которых может непредсказуемо изменяться. Коллектив редакции нашей программы поясняет, если роботу, созданному по традиционной схеме, нужно манипулировать предметами, его оборудуют механическим захватом, сделанным из металла, пластика или какого-нибудь другого материала. В этой области сегодня ведется множество разработок, но до совершенства таким устройством еще очень далеко. Например, захваты могут успешно удерживать тяжелые и прочные предметы, но совершенно не справляться с легкими и хрупкими. Или наоборот. Живые существа в этом смысле намного эффективнее. Миллионы лет эволюции научили их обращаться практически с чем угодно. Поэтому ученые и решили использовать животных в качестве захватов. И мы не очень понимаем, как относиться к подобным разработкам. С одной стороны, приклеивание живой мокрицы к манипулятору формально может относиться к биотехнологиям. Она действительно способна хвататься почти за любую поверхность и удерживаться на ней довольно долго. Но при этом такой инструмент абсолютно непредсказуем, поскольку управляется исключительно волей самой мокрицы. То же самое можно сказать и про моллюска. Да, если его панцирь зафиксировать на манипуляторе, то вся конструкция может служить чем-то вроде липкого захвата. Моллюск будет удерживать какие-нибудь небольшие предметы. Или не будет, если ему не захочется. Или отпустит предмет, когда пожелает. И вообще всё это вызывает вопросы из области той самой биоэтики, о соблюдении которой говорят авторы работы. С другой стороны, люди веками ездили на лошадях, пахали с помощью валов и перемещались по северным странам на собачьих упряжках. Мокрица, приклеенная к роботу, это почти то же самое. Хотя... Вести ФМ. Хай-Тек.